дэйдара 2 шоу всем приветики с вами дэйдара 2 а не один как у вас дела чего нового как жизнь вы можете ответить в комментариях я обязательно почитаю и отвечу вам прикиньте я могу ответить вам не то что остальные так о чем мы сегодня с вами поговорим как вы думаете наверное поговорим мы с вами о двух вещах почему бы и нет собственно сначала я думаю что мы поговорим о mortal kombat это офигенная игра я очень ее советую вчера я получил в ней платину платина скажем так тяжелое и мне кажется это нам самое тяжелое платье на которую я выбивал и если другие платины как-то выбивались легко и если брать ну допустим наруто ультиматум ниндзя шторм 4 то в принципе он так радужно ты так так не спеша что-то играл понимал что вот это я сделаю это и оп оп и что-то и выбил здесь приходилось его реально иногда задрачивать по грубо говоря по 4 по 5 часов в день чтобы выбить какие-нибудь трофеи и это конечно жестковато но хочу сказать что даже сейчас я специально я такой все я выбил платину надо немного передохнуть надо отдохнуть от игры и поиграть мне чуть-чуть попозже но реально лучше когда ты выбиваешь все-таки платину немного отдохнуть я не играл наверное чуть больше половины дня и мне очень тянет вернуться сейчас в нее потом у меня друг на компе ее купил говорит это просто офигенно это просто огонь и я согласен эта игруха просто огонь она шикарная советую естественно покупать специальное издание который включает шоукана и облик скарлетт облик скарлетт нафиг вам не нужен честно вам скажу я не знаю вряд ли есть такие люди которые такие о облик скарлетт это зашибись йоу на самом деле нет вот шоукан шоукан это огонь шоукан это зашибись он классный персонаж он прикольный у меня есть классная видюшка который я советую вам посмотреть с приколом когда чувак выходит и шоукан говорит все что о нем думает это очень классно получилось мне прям очень понравилось если вы не знаете английский то лучше переведите там фразу но это прикольно моя оценка я думаю все-таки где-то 9 из 10 чтобы во-первых было к чему стремиться из плюсов из плюсов там офигенская просто графика когда я даже первый раз включил я такой господи ничего себе вот эта графика я реально давно не видел такой графики чтобы я прямо офигевал я прям такой господи это наверное самая лучшая графика за очень долгое время файтингах тем более ты прям только включаешь такой ничего себе ты смотришь как задники прорисованы как персонажи прям как живые уже почти как будто вы включаешь какой-то даже современный такой мультисериал такой офигенный причем прям с 3d моделями охрененными но такой таких конечно мало но короче очень дико впечатляет я очень честно хочу купить dlc но так как я сейчас скажем так безработный в поисках работы да я ушел из четырех из четырех лап там по многим причинам к примеру даже потому что 13 с половиной часов ты работаешь 13 с половиной часов целый день на ногах это жестоко работаешь ты должно быть три через три но ты часто работаешь четыре дня иногда будет пять дней по 13 с половиной часов каждый день это ужасно просто ужасно еще коллектив был очень странный скажем так не будем вдаваться в подробности и мы идем дальше собственно из плюсов mortal kombat я хочу заметить что сначала многие говорили типа о мало персонажей непривычно но на самом деле когда вы играете выбиваете ачивки проходите башни делайте фатальти и много всего делать вы понимаете что даже вот этих персонажей по-моему в 25 если я не ошибаюсь их достаточно но по крайней мере пока что то есть в dlc да хорошо я с удовольствием куплю dlc не сразу наверное но в будущем я его куплю ты понимаешь что в принципе персонажей достаточно у них много различных костюмов много различной костюмизации и можно приемы еще некоторые менять но скажу так я очень рад что они ушли нафиг от десятки десятка по моему мнению мнению моих друзей это самая на фиговая часть мы в нее меньше всего играли она нам что-то не понравилось куча новых персов которые прям какие-то так себе и три стиля у каждого то есть каждый персонаж это какой-то обрезок реально он не может половину приема но это очень глупо здесь же они сделали очень много в 11 части 11 так вот в 11 части они сделали очень много есть как бы два стиля но они отличаются друг друга почти ничем у тебя такие же комбо такое же почти все кроме ну допустим нескольких приемов иногда даже одного просто супер приема какого-нибудь ну допустим представьте что у скорпиона допустим нету где-то врачи а есть какой-нибудь другой прием на самом деле у него есть конечно готовых или там и там но я образно говорю что вместо того какого-нибудь и просто прием где он допустим крутит вот так вот своим копьем вот особо это ничем не отличается реально и это очень хорошо то есть очень удобно можно своего перса создать можно допустим вот этим я не пользуюсь это я уберу это я добавлю вот эти приемы мне 23 грубо говоря нужны остальные нафиг не нужны это очень удобно сделано очень классно то есть мы естественно не можешь все там соединить самое четкое ну какие-то прием ты можете какие-то нет это естественно иначе глубина дисбаланс дисбаланса кстати я не замечал игре как ни странно то есть я играл и в башне времени и в онлайне 50 онлайн боев и король горы и и тому подобное все вроде нормально то есть честно игра идет такая стратегическая больше надо вовремя блокироваться вовремя понимать когда надо ударить когда надо пропустить туда когда собственно лучше отпрыгнуть лучше подождать или просто отпрыгнуть и начинать фигачить его издалека всякой фигней которая у тебя есть чтобы он наоборот не подходила когда он подходил то делали ему какую-нибудь комбо с откидыванием туда назад и ты дальше продолжал там тип такой конечно это с одной стороны может и неправильно ну как бы для того как то есть цель у тебя как бы со мной типа победить так что как ты победишь это неважно очень мне нравится фишка с fatal blow это местный x-ray грубо говоря fatal blow работает теперь один раз один раз за весь матч то есть за два раунда грубо говоря ты один раз можешь его использовать это очень хорошо это очень удобно потому что раньше бесил когда там у чувака накапливается x-ray ты только блин блин аккуратно аккуратно он сейчас сделает а он там не будет его делать грубо говоря или наоборот он будет такой потом чуть-чуть там побегал там его побили сделал пару приемов опять x-ray господи он мог сделать этот x-ray наверное раза три за два раунда грубо говоря и это очень очень странно и я считаю не очень правильно здесь же все умно все очень круто сначала естественно вам будет немного непривычно в него играть потому что даже у бойцов сначала ощущается какой-то вес что один боец он более такой тяжелый ты чувствуешь помедленнее ну зато сносит больше другой более быстрый потом ты ко всему этому привыкаешь или те становится прям очень круто фаталити фаталити прикольный но их очень мало то есть на каждого персонажа всего два фаталити это очень мало по одному все-таки fatal blow я думаю fatal blow надо конечно было бы сделать тоже для разнообразия хотя бы двое может в будущем сделать два fatal blow на каждого чтобы но немного разнообразить то есть по сути это просто такая красивая картинка где ты можешь там такой так все отдыхаем пальчики вот так размял посмотрел все погнали давай дальше грубо говоря занимающие ну наверное секунд около 10 до времени теперь обычно дают на бой больше это не 99 секунд как раньше по моему то есть 199 299 но в принципе неважно этого очень хватает на бой даже остается естественно редко очень редко когда ты просто там убегаешь бегаешь время кончается и кого-нибудь убивают это очень редко башни времени очень прикольные очень классные мне нравится что есть башни которые вы можете с друзьями проходить или с разными людьми в онлайне то есть боссы есть боссы который вы можете вдвоем есть босс который втроем конечно хотелось бы еще какое-нибудь такое взаимодействие с другими людьми но как вариант к примеру допустим вы играете вдвоем но против вас допустим 10 персонажей у которых там по одной полоске то есть вы снимаете 1 выходит 2 вы снимаете 2 выходит 3 и они на какой-нибудь такой средний грубо говоря сложности чтобы вы могли их загасить можно что-то такое сделать можно там даже мне кажется в будущем развить эту тему примеру делать там какой-нибудь колба на него на другого там не знаю просто держи его на дистанции типа того но можно это развить это было бы тоже очень прикольно я не знаю конечно вряд ли они это сделать но пока пока все что есть mortal kombat 11 мне очень нравится и я прямо дико советую него поиграть а теперь перейдем к минусам игры собственно их несколько если вы хотите выбить некоторые призы и платину как я примеру есть очень дурацкий трофеи я не понимаю зачем это было сделано к примеру 250 башен пройти вы просто вдумайтесь в число 250 вам надо пройти пройти 250 башен это очень долго это понятно что они думали наверное что люди грубо говоря не за две недели выбьют платину не за три там будут играть полгода года год и спокойненько да но если спокойненько играть то претензий нет но у вас есть трофей 125 башен этого достаточно я лично прошел наверно башен 180 190 меня подзапарило реально уже я потом смотрел вы способы как побыстрее это все организовать да есть пока что способ пока он работает но я не знаю будет ли работать в будущем сейчас можно зайти прошли в бесконечную башню просто вы заходите начинается бой вы сразу выходите нажимаете грубо говоря xxx вам типа считают все это бач башня считалась вам вы снова заходите бесконечную башню снова загружается бой но выбирать персонаж загружать свой резко выходите вам засчитывается башня и честно говоря я под конец вот только так наделал себе нужное количество башен и потом такой думаю ну ладно остатки я сам честно выбью пошел и во временных башнях уже добил просто когда ты проходишь 180 или 190 башен ты уже такой ух4 подустал реально реально подустал когда ты тебе приходится на игру грубо говоря тратить по приличное количество времени в день грубо говоря он может не каждый конечно день но больше трех часов это точно по 3 по 5 часов наверно в день но если вы честно сами выбиваете также можно компа поставить чтобы он проходил на ком к сожалению не все может пройти некоторые башни для него очень тяжелые некоторые легкие которые даже вы можете допустим появляется босс какой-то но на одного игрока то есть и вы таки прошли все вы можете там раз 10 грубо говоря по проходите его и вам зачтут сразу 10 башен но 250 башен я считаю это очень много надо было остановиться на 125 это хороший трофей следующий переходим голова кебаб это тоже такой себе трофей я не понимаю зачем его собственно сделали ну ладно допустим один голова кебаб ладно ты как раз ставишь эту голову тебе дают трофей и все было хорошо но есть еще кое-что есть пять вступлений и 5 никого не 5 вступлений ладно вы сделаете вы там купите башенки за 25 золота за 25 тысяч золота их кстати сейчас легко набивается золото так что это буквально одну две башни на пройдете у вас будет больше двадцати пяти тысяч это точно монет купите эту башенку башенка правда вот это вот который вам дадут проходится где-то наверное за час то есть час вашего реального времени вы потратите потому что там нужно проходить пару башен нужно тратить души чтобы открыть новую башню потом нужно допустим апперкотов там штук 50 сделать а потом допустим 25-30 захватов сделать и так вы грубо говоря когда пройдете вот это вот вы откроете вступление персонажа вступление персонажа это очень классная фишка но я не понимаю зачем надо было сделать 5 вступлений персонажа для ачивки но серьезно это конечно круто мы понимаем что можно менять вступление то есть это вот когда вы появляетесь согласитесь когда файтингах одно и то же они привязаны такие я надеру тебе жопу нет я надеру тебе жопу погнали и это тебя бесит когда одно и то же а тут получается допустим уже не так они выходят к примеру там у нее ну допустим палка есть но что я надеру тебе жопу хочу вот это уже поинтересней и таких вступлений у каждого персонажа где-то 45 штук зависит от персонажа как ни странно любимчики по ходу этой игры это саб-зиро скорпион и джейд у них почему-то больше всех вступлений больше всех концовок я заметил у остальных по-моему по 4 если не ошибаюсь у кого-то даже по-моему 3 вроде бы по 4 ну ладно вступление вы можете выбить но окончание это когда вы не сделали фаталити то есть там стоит чувак вы просто подошли таки упал и там какой-нибудь крутой типа и конец ну вы можете поставить другой он пример такой и вот это уже другое типа окончания это прикольно но чтобы вам выбить окончание вам нужно сделать трофей люля кебаб то есть на одного персонажа на одного персонажа нужно сделать 50 фаталити не играя с другом не играя в онлайне а просто в башнях я не понимаю что их мешало сделать примера в игре с другом в игре в онлайне согласитесь это было бы даже интереснее к примеру ну ладно убрали бы игру с другом допустим но в онлайне в онлайне ведь можно было поиграть заодно выбить 50 онлайн битв тоже кстати 50 онлайн битв это очень много я не понимаю зачем именно 50 если вы можете теоретически сделать допустим 10 онлайн битв все нормально это 10 раз сразился вам выпал трофей с хочешь играю онлайн я с не хочешь него не играй есть также трофей и горы это в принципе нормальный трофей ты просто захочется от горы проходят бои ты такой типа класс 10 баллов класс 10 баллов затяну так сотенку отдать то есть ты можешь там грубо говоря от 1 но от нуля вообще ничего не давать и ложь там грубо говоря сразу десятку легче всего конечно захочет царь горы смотришь 10 боев сам участвуешь ну естественно когда ты не участвуешь проигрываешь допустим или смотришь на остальных ты всем так и 10 баллов 10 баллов 10 баллов действий вам сразу по трофей это нормальный трофей но в принципе самый жесткий трофей это 5 ликований наверное потому что это надо насадить голов грубо говоря как минимум три почему как минимум три во первых одну вам для ачивки люля кебаб за каждую голову вам дают ликование и всякие ништячки для персонажа классные там облики что-то необычное бывает также дверь шансунга чтобы открыть нужно сделать 10 таких голов я честно я их не сделал пока что я такой думаю у меня платин выбил нафиг мне пока что парится у меня там грубо говоря 3-4 головы наверное есть и этого достаточно остальные две можно найти в башнях времени называется башня перчатка она у вас не исчезает она у вас постоянная там дается где-то на 13 и 16 левеле ликование для джейд и для саб-зиро для джейд какой-то такое в принципе более-менее стандартная за саб-зиро за линквей что ли когда вы побеждаете типа того она такой дурацкая немного но это поможет вам сохранить нервы и фигачить на каждого фатальца также 100 бруталити это очень затянутый трофей я помню я такой не защищаться в втором раунде и вот этим вот апперкотом победить когда ты уже такой тебе либо тяжело у тебя там мало жизни либо ты уже такой господь как я уже задолбался одно и то же это смотри 100 бруталити это очень затянутый трофей зачем делать 100 бруталити у вас есть хорошая ачивка сделать 10 мерси мерси это просто когда у вас противник шатается вот так вот вы отпрыгиваете на среднюю дистанцию нажимаете на соньки по крайней мере l2 вниз 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 вот так вот как-то делаете типа он и этот нажимает мерси ну то есть у него чуть-чуть хп остается вы как бы пощадили противника но кстати говоря мне очень понравилось в онлайне эта фишка то есть в онлайне когда вы встречаете очень крутого противника и вы с ним деретесь на равных вам даже жалко иногда что вы его победили и ты такой типа ну ладно у тебя стало ну меня осталось вот столько я тебе чисто даже вот грубо говоря x-ray смес фадал-блоу фадал-блоу фадал-блоуу снес тебе ты сдох как-то вроде нечестно на тебя оживлю и он такой блин круто типа начинает с тобой драться и он тебя допустим убеждает побеждаешь и ты из уважения к нему уже всех фаталити уже запарили честно говоря уже сердца выбитые грубо говоря да за фатальти дают сердца это валют который можно в крипте потратить но сначала она нужна нужно нужно потом когда это открываешь все эти дурацкие кейсы грубо говоря сердцами их просто уже нету и в принципе они уже не нужны кстати говоря вот на сердцем могли бы сделать покупку к примеру тех же ликований в будущем хотя бы и вот ты просто такой подходишь к нему типа а вы не видите мои ноги до типа такой сейчас сейчас секундочку и он такой падает и все ну тип ты даже фатальти не добиваешь потому что подарить и уже каждый видел по сто раз там нужно на каждого перса при 50 фаталити сделать нужно сделать в общей сложности 100 брутальти 10 мертв 10 мертв все дальше изи и почему не надо ну сделали бы просто сделай грубо говоря там не 100 бруталити а допустим ладно 20 бруталити сделать там не 50 фаталити а допустим 25 фаталити непонятно 50 фаталити это очень долго и тягомотно но серьезно тем более если бы с другом если бы в онлайне если бы поставить везде один матч то это было бы быстрее но так получается что у вас не всегда попадает тот перс который вам нужен иногда вы можете заложать иногда вы такие случайно ну вроде бы вам казалось вы ставили блок но вы не ставили блок и сделали в последнем ударом апперкот и это получилось бруталити или такой господи нас что зачем на каждого перса 50 фаталити это очень чего вот и уже такой знаешь потоки ну я вам объясню последние наверное дней 5 меня просто фатальти были просто ну я уже наизусть знал и примерно моя реакция была на фатальте а все можно да дальше следующий бой отмели отлично ты уже просто это не удивляет это не радует реально фатальти очень мало два фаталити на каждого перса это раньше было хотя бы три насколько я помню и были еще по моему дополнительные которые там покупались классические более-менее это очень странное решение так что моя оценка mortal kombat 9 из 10 если вы хотите выбивать трофеи то я советую вам играть не спеша то есть уже торопиться в принципе некуда вряд ли мы попадете там в 200 лучших трофе хантеров потому что там уже было по моему на момент когда я выбивал где-то 169 что ли кто выбил платину я наверное я думаю я надеюсь хотя бы в двухсотку попал я даже не смотрел хотя надо будет сейчас кстати зайти посмотреть на каком я месте в принципе если не спеша играть знать что вам нужно делать то в принципе вы можете спокойно спокойно играет там грубо говоря по часу по два в день никто не каждый день вы можете наверное месяца за полтора за два спокойно выбить если вы естественно у вас есть онлайн если вы будете играть в онлайне если вы будете потихоньку там времена эти башни проходить по одной по две в день грубо говоря то спокойненько выбить и это или иногда можно до почитерить просто зайти выйти в этой бесконечной башни но я не знаю будет ли это работать также был классный оказывается чит но все они узнали поздно и это печально можно было эти головы просто вы зажимаете кнопочку x включаете крипту подходите к этой фигне ну где этот пол и ты ты просто подходишь и автоматически башка появляется хотя ты даже не делал 50 фатайте и все такие господи почему вы это не знали почему и это пофиксили это очень быстро пофиксили как кто-то выложил в сеть грубо говоря этот ролик сразу обновление еще такой он обновление ладно как раз передохнул и поиграли потом а вот такая возможность была теперь ее больше нет блин это ж можно было просто не делать 50 фатайте а просто зажать икс войти к одному зажать икс зайти к другому и грубо говоря так 25 персонажей сделать хотя у меня уже в принципе три или четыре перса мне уже пофиг я уже меня автоматически уже брутальти сделано все сделано у меня просто задание на каждого чувака но естественно из которого не выпала эта башка это у меня не налажать было мне соврать это frost 100 пудов 100 пудов и люкинг и еще два персонажа я уже честно сказать не помню по-моему что-то такое классическое то ли рейда то ли кун лауна что-то вот такое вот и еще один там перс в принципе если делать на каждом фатайте просто приучите себя после того как вы сделаете 100 грутальти просто на каждого перса вы в башнях в башнях онлайн нахрен с друзьями нафиг в башнях любых причем классических башнях времени башнях с боссом не неважно перчатки да 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 перчатки тоже можно просто делать фатальти после каждого собственного боя не забывать делать фатальти все будет у вас хорошо а с вами дэйдар 2 они а вторая часть нашего разговора собственно будет как ни странно а мстителя финал или мстители эндгейм эндгейм конечно звучит лучше скажем так но финал больше передает суть кто не смотрел просьба в принципе выключить это видео но я специально специально ждал этого момента когда уже на все посмотрели уже фильм по моему снимут с проката наверное на следующей неделе нами до четверга дай бог покажет до среды точнее в четверг уже на новый поставят то есть уже все кто хотел кто интересовался уже посмотрел я уже обсудил там грубо говоря с друзьями я уже обсудил даже с чуваком у которого я работал раньше то есть он тоже смотрел я свет если вы не смотрели то спойлер и спойлер и спойлер и спойлер и спойлер и войны и мстителей финал продолжение войны бесконечности Если вы не смотрели, в принципе, ни то, ни то Я не знаю, есть ли вам смысл это смотреть Если вы смотрели Войну Бесконечности, но не смотрели Финал То лучше пока прекратите через, допустим, там, как вы посмотрите Вернуться к этому ролику, именно с этого момента включить И смотреть спокойно этот ролик Так вот, Мстители Финал Что сказать о Мстителях Финал? Он прикольный, он классный Я его советую посмотреть Для кого-то он получился хуже, чем Мстители Война Бесконечности Мне он показался, ну, Мстители Финал новый Мне он показался более таким мрачным, более таким крутым Он мне напомнил почему-то Росомаху, вот этот последний фильм Не помню уже как он называется, честно говоря Я уже давно его смотрел в кино Я его смотрел один раз, я его не пересматривал Он мне прям такой зашел, я такой, блин, вот это фильм микс крутой Он мне еще почему-то напомнил, я недавно смотрел тогда Безумного Макса И Безумный Макс, он тоже такой, знаете, прям жесткий, крутой, брутальный фильм И вот Росомаха Ну, Росомаха последний Тоже был таким жестким, крутым, брутальным фильмом В принципе, Финал, он пытается таким быть Он пытается, но видно, что у него там 16+, им нельзя там показывать кровь Там все равно, он все равно такой жесткий Особенно начало прям очень впечатляет В принципе, все, кто смотрели Мстители Финал Говорят, что первый там, грубо говоря, 15 минут Это прям такой... Дальше уже, естественно, там поспокойнее идет Но что сказать Фильм офигенный По мне он, конечно, да Возможно, Мстители Финал Мстители Война и Бесконечность Извиняюсь, я их теперь Я и так близко Ну вот, Мстители Война и Бесконечности В нем была интрига Ты не знал, чего ждать Ты не знал, что Танос, грубо говоря, вот так вот просто сделает И все, и полмира уже, грубо говоря, не существует Это было очень круто Все герои, ну, все самые такие крутые герои, которые ты любил Они умерли И ты такой, господи, ничего себе Это просто вот он вот так вот сделал, и все И как с этим они будут бороться Фильм закончился, типа Ну вот, вот так вот, живите с этим, короче И ты такой целый год Господи, как же они их оживят Что же там будет Ну понятно, что они их оживят Потому что, к примеру, Человек-паука новый фильм Но теоретически, конечно, были мысли Что, типа, а вдруг они там не оживят какого-нибудь героя Ну, типа, все уже Как бы вот так вот Ну, придется, к примеру, пожертвовать Сначала думали Ну, допустим, Железный Человек пожертвует собой И Человек-паук там воскреснет Пожертвует собой, грубо говоря, Капитан Америка Воскреснет там, ну, какой-нибудь, не знаю Зимний солдат, грубо говоря Пожертвует собой И кто-нибудь еще воскреснет Какой-нибудь вот этот Черный Пантер новый Ну, типа, Старый умрут, а новый воскреснут Была такая идея Но последнее время мы уже с друзьями говорили И я видел знакомого С которым мы прям такие Ну, блин, ну, сто пудов, наверное Либо Капитан Америка Либо Железный Человек сольется Он такая Ну, блин, ну, да, наверное Но Железный Человек, по сути, держит Всю вот эту вот систему С самого первого фильма Им будет просто неудобно сливать Актеры, я говорю Почему, по сути, им неудобно На сути, уже много времени прошло Ему как раз можно, грубо говоря, и умереть Он такой Да нет, это будет глупо Они так не сделают Это им невыгодно И что в итоге? Они слили Железного Человека Они просто слили Железного Человека Ну, да, он классно Он пожертвовал собой Это было очень круто Это было шикарно Но почему-то большинство людей Были уверены, что погибнет Капитан Америка Потому что он такой Как бы уже про него все рассказано Уже было много фильмов с его участием Уже все Уже нет особо ему куда двигаться Железный Человек можно развить Можно там ввести И вот эту вот Его жену Железного Железного Человека тоже Можно было и его семейству там развить И то, что он, допустим, такой Все, я ухожу на пенсию Грубо говоря, Питер Паркер Там Человек-паук Человек-паук идти и действуй Короче, я уже устал Короче, я уже не могу быть особо Железным Человеком Это можно было развить Но они решили его, в принципе, убить И сделали это красиво, умно Качественно Мне это очень понравилось То же самое В принципе, Соколиный Глаз И Черная Вдова для меня лично Это было неожиданно Я до последнего думал, что Возможно, они как-то обхитрят эту систему И скинут, допустим, не друг друга А, к примеру, вот этого Красного Черепа Типа И он сдохнет И один фиком дадут камень, грубо говоря Или там, к примеру Кто-нибудь найдет какую-нибудь фигню И типа Вот я ее люблю Не знаю Ну в ней должна быть душа Типа Ну нет, там То есть реально было соревнование Кто спрыгнет со скалы, грубо говоря Кто умрет И ты до последнего не понимал, кто это Потому что ты такой Блин, ну Скалиный Глаз Да, он такой, в принципе, нередко появлялся Была еще Черная Вдова Черная Вдова, в принципе, она не совсем раскрытый персонаж Но ее было, конечно, больше Но все равно И ты такой, блин, кто же из них И в итоге погибает Черная Вдова И ты такой Блин, как-то даже немного печально А я еще скинчик в Фортнайте купил Как раз этой Черной Вдовы И я такой Знаете, типа Зайти в Фортнайт и типа Нажать ее в тупе, респект Типа того Это прикольно Это круто Это неожиданно Я, тем более, специально Я не смотрел Я сразу такой Блин, сейчас Мститель буду выходить Ни в коем случае нельзя заходить в паблики Вконтакте разные Ни в коем случае комментарии Под чем угодно особо не читать Особо в интернете не лазить На эту тему ничего не смотреть Если смотреть, то только, грубо говоря Там ролики уже проверены Ну, там Имеется в виду игровые там ролики То, что хочется посмотреть Какого-нибудь Юлика, Хованского Там еще чего-нибудь Какие-нибудь сердца за любовь Бла-бла-бла Ну, вы поняли В этом плане смотреть Даже комментарии особо не читать А то мало ли Там всякие дураки есть Которые писали спойлеры Везде У меня даже Жена потом говорит Вообще Пипец-то, прикинь Хорошо, мы фильм посмотрели Я вот Зашла в Литуаль, по-моему В Литуаль И типа Описание косметики И там Главное Пока там Типа В этой сцене умрет Танос В этой сцене умрет В этой сцене Будет вот это Вот здесь Доктор Халк И все такие Типа Сука Зачем Ты нам сказал Ну, ребят С одной стороны Если вы Не хотите получить спойлеров То вы не смотрите комментарии Вы будьте умнее Вы Не заходите в паблики Вы просто Если вы Не хотите спойлеров То мой совет Это идти в первые два дня Если в первый день Ну, вам просто Не знаю Вы работаете Вы там Не можете никак пойти Вам даже Если вы до 10 работаете Вам лень идти в 11 Грубо говоря На следующий день У вас выходной Сходите просто в фильм И посмотрите Вот тем более С одной стороны А какая разница Ну, грубо говоря Там не такие уж Сильные спойлеры Если да Войне бесконечности Вот это реальный спойлер Когда Танос там такой И пол этих Пол мира исчезла Вот это спойлеры Вот это типа Умер Человек-паук Умерли все почти там Это классный Сюжетный твист Спойлер Здесь в принципе Спойлеров-то Особо не было То есть все ожидали Что умрет Либо Капитан Америка Либо Железный Человек Один можно отнести спойлер Что Соколиный глаз Или Черная вдова умрет Но что-то все как-то Такие типа Ну, ладно Но кто-то умер Из них в принципе Дальше все ожилили Все хорошо Танос победили Да, бои очень красивые Все очень красивые Насыщенно Наверное Более все-таки Чем Война бесконечности По насыщенности Мне показался этот фильм Более таким Драйвовым Эпичным В конце вообще Бой идет около часа Таких красивых В масштабах В принципе Реально Властелина колец Мне это даже Кажется Они может как-то И специально делали Похожи на гостелин колец Что фильм идет тоже Три часа Сходить в туалет Заранее Его никто Останавливать не будет Перерывы Хотя Ходили слухи Что в кинотеатрах Хотят сделать перерывы Типа в больших фильмах Типа на 15 минут Чтоб люди Сходили там В туалет Покакали Пописали Покурили Купили новый попкорн И пошли дальше Это кстати умно Это можно сделать В будущем Почему бы нет В принципе Если фильм Сейчас тем более Мне кажется Тенденция идет к тому Что фильм Надо наоборот Расширять То есть Два часа Частенько недостаточно Уже для фильма Хочется посмотреть Ты в принципе Платишь приличные деньги Если ты вдвоем Идешь Это грубо говоря 500 А то и больше рублей В основном Ты идешь Ну я к примеру С женой иду Вот она кстати На фотки Ну как видите Ну и вот здесь Вот тоже На шарше Так вот В принципе Да Ты когда платишь Грубо говоря 500 рублей Тебе хочется Чтобы развлечения Хватало Дольше чем На час Полтора Естественно Хочется посмотреть Там два с половиной Часа Три Какого-нибудь Такого Экшена Фильма Чтобы ты такой Ну часть Хочу Сразу же Посмотреть И желательно Конечно Чтобы она вышла Там через Грубо говоря Месяц Два Чтоб ты еще Не остыл Но к сожалению Пока что В нашем мире Приходится ждать Довольно долго Это еще Повезло С Мстителями То есть Они вышли Через год Даже чуть меньше По моему Года Нам частенько Приходится ждать Некоторые новые Фильмы По два Года По три Года Это Очень Долго Я вообще Не понимаю Что можно По сути Но Прикиньте Это же трехчасовой Фильм По сути Трехчасовой Фильм Ну если Быть реалистом Можно снять Допустим За два Три дня А остальное Там Обработать его Быстренько Еще Но грубо говоря Вы можете За два Три месяца Наверное Его снять Если там Постараться Если там Не сказать Что Десять минут Мы будем Переснимать Двести тысяч Раз Зачем Вот у вас Хороший кадр Вы такие Так Вот посмотрели Таки Хороший кадр Гоу дальше Короче И вот так Вот Создали В принципе Фильм Я конечно Не знаю Может конечно Это хорошо Что они делают По два Три года Но хотелось бы Хотелось бы В будущем Чтобы фильмы Выходили Почаще Каждые Два Три Месяца Допустим Так было Как-то Логичней Что ли Интереснее Вот Фух Ну что Сказать От меня Мстители Получают Я думаю Все таки Да Война Бесконечности Вот сейчас Когда думаешь Война Бесконечности Она как-то Больше Запомнилась Вот этим Неожиданным Твистом Финал Но зато Финал Он Прям Финал А да Очень порадовал Тор Тор Это офигенно Теперь я такой Надо быть Как-то Орген Пьет Говоря Потому что Они играют В Fortnite Это классно У них Коллаборация С Fortnite В Fortnite Был режим С Мстителями Собственно О Мстителях Показывали Fortnite Я кстати Я кстати Сейчас Пойду После этого Видосика Как его Выложу Пойду Поиграю Fortnite Что сказать Если вы не смотрели Фильм То бегом В кинотеатры Это реально Зрелище Которое Не стоит Пропускать Это фильм Который Все сейчас Обсуждают Он сейчас На слуху О нем Все говорят Это очень Крутая вещь Если вы не смотрели Собственно Войну Бесконечности Вы не смотрели Вот этот Мститель Финал То мой совет Посмотреть Войну Бесконечности И да Если вы Естественно Опоздали В кинотеатр То ладно Через полгода Он где-то выйдет В идеальном Качестве Скачать Или купить Или посмотреть В онлайне И купить Ну вы поняли И посмотреть Грубо говоря В идеальном Качестве Финал Это очень Круто Это конец Эпохи Огромный Просто Наверное Я Сейчас ошибусь Но по-моему Там 10 Или 11 Или даже Больше лет уже Но больше 10 Это точно То есть Либо 10 Либо 11 Либо 12 Что-то такое По-моему 10 Где-то По-моему 11 Если я не ошибаюсь 11 лет прошло С первого фильма Железный человек Первый фильм Был Железный человек Вы прикиньте Сколько уже Фильмов вышло Вы как раз Можете Потихоньку Посмотреть Эти фильмы Там Грубо говоря Раз в неделю Наверное И как раз Наверное Сможете Посмотреть Мстители Финал Когда вы Раз в неделю Досмотрите Вот это Вот Количество Фильмов Просто Офигенно Там Три Железных Человека Три Тора Что у нас Там Еще Мстители Один Мстители Два Мстители Грубо говоря Война Бесконечности Мстители Финал Человек Паук Человек Муравей Две части Что у нас Еще Капитан Америка Офигенный Кстати говоря Тоже Собственно Три части И по мне Самая крутая Конечно Была Наверное Вторая И третья Первая Мне что-то Как-то Не сильно Зашла Но вторая И третья Просто огонь Я даже До сих пор Все хочу Пересмотреть Но мне Немного Жалко Тратить Около Трех Часов Вот Еще Там Разные Фильмицы Та же Черная Пантера Те же Там Капитан Марвел Которая Вышла Где-то Месяц Назад Она Пока Ее Нет В хорошем Качестве Но пока Вы Собственно Будете Пересматривать Посмотрите И Его Ее Еще Много Разных Фильмов Короче От Меня Наверное Я думаю Что Война Бесконечности Грубо Говоря Она Была Немножечко Лучше И Многие Говорили Это 10 Из 10 Это Офигенный Фильм Я Согласен Война Бесконечности Это Наверное Десяточка Из 10 Он Правильно Так Построен Правильно Интересно Заканчивается И Ты Такой Блин Я Хочу Дальше А Дальше Нет Жди Это Как Какая Игра Престолов Которую Все Обожают Все Ждут Так Вот Для Меня Собственно Этот Фильм Был Очень Мощный Очень Крутой Я Был Ему Поставить Допустим 10 Баллов Но Я Понимаю Что В нем Есть Косяки И Когда Ты Даже Два Дня Обдумываешь Три Так Блин А Че Там Дальше Будет Там 5 Лет Прошло Там Почему Ты Питер Паркер Пошел В школу И Там Вот Этот Нет Толстый Чувак Он Тоже И Все Там В школе И Вообще Почему Они Школьники Уже 5 Лет Прошло То есть Им Надо Учиться Снова Или Весь Его Класс Исчез Но Это Нереалистично Или Там Какая То Часть Его Класс Осталась И Они Учатся В Новом Классе Что Происходит Типа Того И Капитан Америка Ну По сути Да Если Он Остался В Предыдущей Там Линии Он Пришел Постаревшим В самом Конце Фильма То есть Он Прожил Жизнь Он Решил По Другому Прожить Жизнь Но Как Он Появился В Этом же Таймлайне Если Теоретически Они До Этого Говорили Что По сути Таймлайна Они Не Особо Связаны Бла Бла Что Тут В принципе Даже Если Убьешь Молодую Себя То Ничего Не Будет Это И Было Показано В принципе С одной Страж Галактики Я Плохо Помню Как Ее Зовут Не Был Не Был Убил Саму Себя Молодую И Ничего Не Случилось То есть Она Не Исчезла Как В том же МК К Примеру Вот То есть Остаются Вопросы Еще Больше Вопросов Поэтому Все Так Наверное Восемь Восемь С половиной Очень близко К девяточке Но к сожалению Много вопросов Осталось Много Непонятного И Когда мне говорили Что Мы Пошли С женой И нам Таки Там Очень мало Разговоров И Почти Постоянный Экшен И на самом Деле Оказалось Очень много Разговоров Да Экшен Тоже Прилично Особенно Последний Час Битвы Каждый Там Наверное После каждого Почти разговора Что-то Интересное Происходит Ну Некоторые Разговоры Теоретически Если бы ты Убрал Наверное Ничего Не потерялось К примеру Когда Там В самом Начале Фильма Че-то Там Черная Вдова Такая Носочками На столе Такая Типа Хочешь Бургер Не Хочешь Бургер Ну Ладно Типа Ты Такой Ну Прикольно Да Это Классно Показано Это Интересно Но Если бы Мы Убрали Этот Момент То Тогда Бы В принципе Ничего Быть Не Изменилось Но Мне Все Это Очень Понравилось Мне Понравилось Что Фильм Был Три Часа Мне Понравились Отсылки Мне Понравились Всякие Каме Мне Понравились Всякие Взаимодействия Персонажей От Меня Фильм Получает 8 С Фильм Фильм